Многие годы эта территория пустовала, а построенные еще в советское время горки и лесенки проржавели и стали непригодными для детских игр. Буквально за несколько дней после обращения местных жителей с просьбой благоустроить территорию, на нее отреагировали в благотворительном фонде Вадима Новинского за Севастополь. Пляж Солнечный находится на стыке трех округов, потому на открытие площадки прибыли и депутаты городского совета. Я хочу сказать спасибо от всех детишек, мам и пап, Вадиму Владиславовичу Новинскому, за то, что он здесь открыл площадку, а здесь в советских времен не делалось ничего. Это не просто площадка, это площадка на стыке трех округов. Вся Стрелецкая ходит сюда с детьми гулять, дышать свежим воздухом и, конечно же, теперь играть на этой детской площадке. Вы знаете, на таких местах общественных надо побольше спортивных площадок. Детская площадка, спортивная, это тоже футбольный клуб строили, а поменьше домов, которые хотят здесь строить и которые жильцы воюют. Парки должны быть для отдыхающих. Общий подарок детям Стрелецкой бухты, наше место отдыха, пляж Солнечный. Поэтому у нас сегодня праздник и всех поздравляем с этим. Малыши из окрестных домов первыми опробовали новые качели и горки, а также приняли участие в забавных играх и конкурсах. Встретились со сказочными героями. Мне понравилось все на площадке. На площадке крутилка, крутилка, ну и еще вот эта большая качеля. Мне нравится все, очень хорошая площадка сделали. Не меньше ребят рады новой площадке мамы и бабушки детей. Детская площадка – это всегда радость. Это ярко, это интересно, это весело. Все мы родом из детства. Поэтому веселье, которое вот здесь вот будет сейчас на площадке, я думаю, запомнится нашим детям надолго. И побольше бы таких площадок в наших дворах. Потому что веселое детство – это залог счастливого будущего. В благотворительном фонде Вадима Новинского за Севастополь отмечают. С начала лета в городе уже остановлено более двух десятков подобных площадок. Однако это лишь часть мероприятий, запланированных руководством организации, которые намечены воплотить в жизнь в ближайшее время. В фонде обещают реагировать на все заявки и просьбы, поступающие от жителей Севастополя. Особенно, если обращения касаются темы детства и подрастающего поколения. Олег Савченко, Виталий Козловский. Программа «Наше время».